Наталья Петровна Председатель общественной организации «Гражданская инициатива» приглашается В Самаре не везет с губернаторами Сначала Артяков с бронированными «Мерседесами» и частными перелетами в столицу на выходные за счет бюджета По 850 тысяч рублей за один рейс Затем варяг из Мордовии Николай Меркушкин с целой свитой своих прихлебателей Генеральная прокуратура сейчас как раз пытается разобраться И уже возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании Чего стоит самый дорогой в России стадион Самара-Арена Обещали постоить его за 13 миллиардов рублей А в итоге обошлось 24 миллиарда только строительства После такого безобразия на земляка Азарова Жители области смотрели с надеждой Наивно полагая, что хоть он позаботится о нас Но вновь разочаровались Еще в его бытность министром охраны окружающей среды Самарской области В 2010 году бушевали пожары Тогда в Тольятти сгорело более 8 тысяч гектаров леса Прямо в черте города А некоторое время спустя на месте выгоревшего леса Выросли коттеджи Видимо за особые заслуги по охране природы Азаров был включен в первую сотню Кадрового резерва президента Российской Федерации Запомнилась самарцам и кампания по выборам мэра города В 2010 году Когда Дмитрий Игоревич одержал победу Исключительно путем мухлежа Всем остальным кандидатам избирком Объявлял недействительными их паспорта И пачками браковали достоверные подписи в их поддержку Именно Азаров был одним из авторов муниципального фильтра Теперь, чтобы стать кандидатом в губернаторы Надо сначала получить согласие муниципальных депутатов Которые пропускают только тех Кто одобрен сверху Азаров был одним из тех Кто в числе первых поддержал повышение пенсионного возраста Известно ли вам об этом? Сейчас Азаров носится с проектом строительства нового шелкового пути Это автомагистраль из Европы в Китай Маршрут который пройдет как раз по территории Самарской области Китайцы уже вырубили и сожгли всю Сибирь Теперь и за Самару возьмутся Все европейские страны уже стонут от мигрантов Азаров дает добро на заселение нашей земли 11 сентября в Самаре состоялся круглый стол Под названием «Самоустанение властей Самарской области от проблем народа» Где выступали граждане, пострадавшие от бесцедела властей По итогам круглого стола была принята резолюция Выражающая недоверие губернатору Самарской области Дмитрию Азарову С требованием проверки деятельности чиновников и сотрудников правоохранительных органов Причастных к нарушению прав граждан и привлечению виновных к ответственности На самом деле чиновники ничего не делают И правоохранительные органы, включая судей, тоже сажают в тюрьмы невинных людей На Мазарова прислали, говорят, что наш земляк С ним все граждане попали, ведь не губер он никак Поискать решил я правду, обратился я в суды Только время зря потратил, обратился не туды Петрова Альбин Степановна, председатель Самарского регионального общественного организации Союз ветеранов Чернобыля Встречаем! Добрый день, дорогие сограждане Добрый день, самарцы Добрый день, все те, кто не хочет жить в беспределе Все, кто хочет нормальной человеческой жизни Где уважают достоинство и честь каждого гражданина Что же у нас в Самаре? Обычно все привыкли к моему, как говорится, более жесткому выступлению А сегодня мне хочется быть немножко помягче Говорю это обоснованно Вот сегодня я попросила, чтобы поддержали, пока я с вами разговариваю, наши плакаты Этому плакату Вот сейчас есть люди, которые давно меня знают Этому плакату более 15 лет Это мой боевой товарищ Боевой товарищ нашей организации И визитная карточка нашей организации Не сегодня мы проснулись Мы проснулись давно Когда вот эта власть пришла Сегодня, куда бы мы ни обратились Мы везде видим, что человек не защищен ни от чего Я имею ввиду отрицательного Некому, никуда податься Вот мы стоим здесь, пенсионеры Честно отдавшие свое здоровье Свою жизнь на служение нашей горячо любимой родины СССР Что сделали? Разделили, разграбили Многие из нас еще не понимают того Говорят, что это местные чиновники Это Азаров виноват Это там еще кто-то виноват А вот наш Путин ничего этого не знает Так вот, вот с этим плакатом Я стояла у администрации президента в Москве У дома правительства Когда Путин был и президентом И главой правительства Более 28 обращений лично к Путину И во все органы наших чиновничьей власти И общественных организаций Организованных Путиным И подмявшим им Все эти общественные организации под себя Конечно, есть в этих организациях И уважаемые, и честные, и порядочные люди Но их там единицы Просто вот говорю А можно повернуть вот этот плакат? На другую сторону, да Спасибо большое Когда мы с этим вопросом Когда чернобыльцев обворовывают Не исполняют закон, самый главный По отношению к людям Отдавшим здоровье На ликвидации последствий аварии На Чернобыльской АЭС С этими вопросами Обращалась непосредственно Во все организации нашей страны Нашего государства Начиная от общественной палаты И кончая советом при президенте По правам человека и прочее Получала ответы Откуда вы думаете? С администрацией президента Но не за подписью президента И когда я в 28 раз Обратилась с официальным обращением К президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Я написала в конце приписку Владимир Владимирович Путин Президент Российской Федерации Я столько лет обращаюсь к вам с обращениями По поводу судебной власти По поводу беспредела прокуроров Следователей и прочих вопросов В вопросах разрешения именно чернобыльских вопросов В вопросе неисполнения базового закона Я получаю отписки Хочу получить от вас Хотя бы короткий ответ Я хочу хотя бы на одном документе Увидеть подпись Президент Российской Федерации В.В. Путин Вот что самое главное Но мы не видим не только на этих обращениях его подпись Вот совсем недавно В.В. Путин Президент Российской Федерации Изменил состав по правам По правам человека По президенту Российской Федерации То есть Федорова и несколько человек Оттуда убрав Указ был Документ был Подписи нет А институция по которой мы живем В Российской Федерации Текст есть Подписи президента нет Мы по каким документам живем Мы по чему живем Очень просто так сказать Что я ничего не знаю Знаешь ты все Знаешь ты Потому что это твоя обязанность Следователи Глав Следовательских структур Что в МВД Что в ФСБ Назначаешь ты Я не боюсь Когда меня могут привлечь За унижение достоинства Или за оскорбление президента Он моложе меня по возрасту Тарас И во-вторых Он не был в той дыре В которой была я И я имею право Спрашивать с него Таким тоном Который он заслужил на сегодня Уважаемые друзья Я сегодня еще пришла к вам Не только потому Чтобы высказать вот это Все что творится в судах Все что творится в прокуратуре Все что творится в средственных органах Это из ряда Вон выходящие Не просто проступки Это должностные Уголовные преступления Фальсификация дел Фабрикация дел А потом по сговору Между вроде бы Разными ведомствами Они все в одном котле Вот в одном кулаке И все они по сговору Нарушают закон Выносят противосудные решения Следователи фабрикуют Прокуроры утверждают Судьи выносят приговоры Я не буду говорить Оо всех делах Которые мы рассматривали Здесь в Самаре Их очень много Какие-то мы защитили В частности Может быть кто-то Из присутствующих Есть здесь пенсионеров Которые помнят Как в 90-е В конце 90-х годах Мы защищали интересы пенсионеров По индивидуальному Коэффициенту пенсионера Пенсии И мы их тогда выиграли И не только выиграли А мы добились Что Путин Подписал указ О том Чтобы индивидуальный Коэффициент пенсионера Был таким Как он есть в законе То есть Высшим 1,2 А у нас же применяли Самые высшие 0,525 Если кто-то здесь есть Ну поднимите руку Или хлопните Значит все равно Многие пенсионеры Видели Помните Знаете Как мы перекрывали Московское шоссе Как мы проводили Массовые тогда Митинги Эпикеты Мы тогда добились Почему? Потому что была массовость А сейчас вот нас Никого ничего не интересует Но с другой стороны Я тоже не могу Отбежаться на народ Основная масса Это мы Это пожилые люди Это пенсионеры Которые уже Не только ничего Может быть Ну честно будем говорить Мы уже не соображаем О чем речь идет Нас обманывают На каждом шагу Мобильные Операторы мобильных Телефонов Нас обманывают Да? Деньги снимают Каждый месяц Непонятно сколько Обратиться некуда Куда идти? В прокуратуру? Так они А их кормит Эта компания Что же они Кормилицам будут Что-то делать? Нет То же самое По ЖКХ Вот опять-таки У нас проценты Поднимают Снова на 6,5% В Самаре Будут поднимать С июля месяца Да? А сынок министра Купил себе апартаменты Сумасшедшие Миллионы Нет, нет, нет Не в России уже Уже их не интересует Россия И все бы за границу В Англии Вот Поаплодируем Нашему министру По ЖКХ За такой Правильный Ходейственный Устойчивый Доход Я говорю Только о тех делах На которые у меня Есть документы И доказательства То есть Каждое Мое слово Подтверждено Каким-либо Документом По чернобыльцам Более 150 человек Летчиков Нашей Аэрокосмической Промышленности Выполнявших Работы По ликвидации Аварина Чернобыльской АЭС Привлекли Начали Привлекать С 15-го года К уголовной Ответственности Якобы За то Что они Сначала им Ставили вину Изготовили документы И подали Для того Чтобы им дали Льготы Чернобыльские Но когда Мы в конце концов Начали шевелить Это гнездо Охиное Они решили Вот это убрать Потому что Доказательств нет На каком станке Где Кто Как Изготавливал Эти документы Они решили По другому Другие Документы Какие-то Предоставили В государственные Органы И по ним Чернобыльцы Получили льготы Но Документы Они получали В государственных Органах В наших Самарских У людей Которые знают Как оформлять Эти документы То есть Вины Летчиков Здесь нет Но когда Мы пошли В суды И когда Некоторые В конце концов Обманутые Летчики Которых Заставили Обманным Путем Признать Якобы Свою Вину Начали Сопротивляться Судьи Я могу Наразать Фамилии Если кто-то Этим Занинтересуется Из официальных Органов Говорят Адвокатам Ну Объясните Своим Товарищам Что если Есть санкция Прокурора То Приговора Все равно Будут Обвинительными Вы понимаете Они даже Не стесняются Этого То есть Сговор Официальный Сговор Между Вот этими Структурами Следователями Прокурорами Судов Здесь И наверное Будет Пока Мы Их Не Прищучим И Следующее Я заканчиваю И заканчиваю Мы устали Мы устали Вообще-то От беспредела И об этом Надо говорить Открыто Следующее Значит Я всегда Говорила Вот что Почему Наша Власть Себя Так Ведет Будем Помогать Друг Другу Сегодня Мы стоим С плакатами И требуем Президента Наладить Исполнять Законы Российской Федерации Хотя бы Те Которые Есть Мэру Наше Уважение Губернатор На коне А салон Лотос Голодает В замурованной Стене Умар Валили Сейчас Расскажут На страшные Истории Здравствуйте Всем Спасибо Что пришли Несмотря на холод Значит Все-таки Здесь люди Собрались Не безразличные А активные Верящие Что что-то Можно в жизни Изменить Я буду Кратко Лаконично Чтоб никто Не замерз Окончательно Наш салон Красоты Был замурован На протяжении Двух месяцев В этом году Я не знаю Все ли знают Эту историю Нашумевшую В интернете Но я тоже Хочу Выразить Недоверие Властемущим Который Управляет Самар Самарской области И в частности Азару Я ему не доверяю Целиком и полностью Потому что он Не исполняет Свои обязанности Не достоин В принципе Занимать Своё место Наших с вами Я думаю Все столкнулись С судебной системой В своей жизни С чиновничьим аппаратом Обивали наверняка Пороги Множество раз И с беспределом силовиков Вот мы столкнулись Лично Нас замуровали Среди белых дней А нам закладывали Кирпичом дверь Входную Единственную Из нашего помещения Это делал Гражданин Мусорин Всем известный Особенно структурам Силовым Я так думаю Он нам всё-таки служит Но это на мой взгляд Моё мнение Когда он начал Замуровывать Наш вход Единственным Кирпичом закладывать Мы вызвали Сотрудников полиции В надежде Что они нам помогут Они приехали Ужаснулись сами Но когда Стали разговаривать С Мусориным Его так называемым Другом Андреем Он предъявил им Корочку И полиция ретировалась И при Сутствии Сотрудников полиции В частности Девятого отдела Нашего города Самары Нас замуровали Окончательно Заложили кирпичами Представляете То есть средь белого дня Живых людей На самом рабочем месте Вместе с клиентами Начали замуровывать Вот нас было Трое сотрудников На тот момент Полиция нам Не помогла Мы связались И в прямом эфире С людьми И люди Со всей России Стали обзванивать Сотрудников ФСБ Главной прокуратуры Главное управление МВД МЧС То есть Все приезжали Встречались с этим Человеком С корочкой Он им показывал ее И они разворачивались И уезжали Вот мы с вами Мы с вами Не защищены Сотрудниками полиции В частности То есть мы Вот если что-то С нами Случится Вот с вами К вам на помощь Никто не придет Особенно если Это коснется Очень серьезной ситуации Дальше мы Пошли оббивать Пороги По чиновникам В частности Ходили с письмами Казарову К мэру города К Лапушкиной Гольцовой Это полномоченного По правам человека В Самарской области Безрезультатно Ссылались они все На суд Типа Вот суд Решение Примет По вашему Спорному вопросу Вот тогда Мы будем действовать То есть получается Налицо сговор Чиновников Силовиков И судебной системы Ни много Ни мало Ну в суде Сами знаете Как решают Все Да И Когда нам Так скажем Один из чиновников Опять ответил Сказал А дело касается Светланы Лады Русь Ну имеется ввиду Имя там ее фигурирует Знаете Что вам никто Не поможет Все будут Об этой истории Умалчить Действительно СМИ Приезжали Они тоже Умолчали Об этой проблеме Никто Пальц о пальце Не стукнул В результате Вот лично Я подала Уведомление О голодовке Я проголодала 34 дня Реально Проголодала Реально Ничего не ела Пила воду Похудела На 13 килограмм Ну да Один плюс есть Но дело не в этом Это не было Голодовка В принципе Была объявлена В знак беспредела Чиновников Веселовеков То есть То что люди Оказались Замурованными Никого Это не всколыхнуло То что Человек Там начал Голодать Я скажу Никого Это не задело То что Там не было Доступа В помещение Вот не дай бог В случае Еще у меня Поднималось Давление Скорая помощь Никто не имеет Доступ В это помещение Только через окно Высокое достаточно У нас первый этаж Нам предлагали Выйти в окно Идти поставить В помещение Но сами Я говорю Залезьте сюда Помогите мне Вылезти Никто Ни полиция Ни МЧС Ни администрация Не залезли В это окно Они сказали Мы боимся За свою жизнь Вот они За свою жизнь Боятся За нашу с вами Они не боятся Им по барабану Пардун Мы когда Я сейчас расскажу Все это Ну как бы покороче Но я говорю Про судебную систему У нас Вот сейчас До этого Помещение Было отнято У соратницы Светланы Ладру Знаете Это известная политика Правозащитник Нашего города Она реально Человек Который отстаивал Отстаивает правду Сейчас она гонима Вот перед вами Выступали Баранов Выступал Альбин Степан Они гонимы Понимаете То есть это те люди Которые отстаивают Наши с вами права Они не свои права Отстаивают Вот таким же образом С вами могут поступить Если уже не поступили И никто за вас не вступит И за нас не вступились Так вот это помещение Так вот это помещение Рейдерский захват Существует Наши сотрудники Наши сотрудники Она боролась С коррупции С коррупцией Ее в розыск Наши законов Изменения Мочелова ошибки записал. Мочелова Нина Анатольевна и юрист расскажет про то, почему ты до сих пор не президент. Здравствуйте, дорогие горожане. Хотелось бы обратить на достаточно актуальную тему, которая, на мой взгляд, занимает очень важное место. Вот сначала бы хотел задать вам вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки, у кого в нашей власти есть свой представитель, который отстаивает ваши интересы. Ну, просто любопытно мне, может быть, у кого-то есть такие люди секретные? Вот, понятно, вот у кого-то Матвеев отстаивает интересы. А вот я, к сожалению, хочу сказать, что вот сколько лет не могу найти ни одного представителя во власти. Что у нас происходит в настоящее время? Если вы знаете, у нас основной закон нашей страны это Конституция. Конституция говорит о том, что у нас вся власть принадлежит кому? Да, нам с вами, народу принадлежит. Если она принадлежит народу, то народ должен реализовать каким-то образом свои права. И также эта же Конституция говорит о том, что мы с вами, как граждане нашей страны, можем реализовать свои права. Либо через представителей в управлении государством, а это выборы, либо непосредственно. Это референдум. Ну, я не знаю, может быть, мало, наверное, людей, кто помнит, когда вообще последний раз у нас с вами референдум был. Это вообще практически нереально осуществить в нашей стране с учетом всех препонов, которые делаются в проведении данного мероприятия. Референдум провести не можем, но выборы у нас с вами проводятся достаточно часто. Практически каждый год в каждой области, в каждой республике выборы у нас идут своим чередом. Но почему же мы, тем не менее, все равно не можем своих представителей увидеть во власти и понять, что вот есть человек, который во власти защищает мои интересы. Хотелось бы коротко, буквально, обратить внимание на тот беспредел, на порочность системы избирательной, которая в настоящее время существует. Во-первых, все мы с вами знаем, это фальсификация итогов выборов. Все с этим столкнулись. Карусели, мертвые души, вброс бюллетеней, все это сплошь и рядом на всех выборах. Есть они? Есть. Но кто-нибудь слышал, чтобы в каком-то городе итоги голосования были признаны недействительными? Нет? Нет. Это единичные случаи, которые в конечном итоге что? Вот тут люди говорят, что по Азарову есть, да? Но если даже и были такие избирательные участки, на которых были признаны выборы недействительными, в итоге кто у нас губернатор? Вот. Опять же, фальсификация выборов это во-первых. Во-вторых, если кто не знает, в 2006 году, накануне очередных выборов в Государственную Думу, у нас был отменен порог явки. Простыми словами, что раньше, если определенное количество людей приходит на выборы, выборы признаются состоявшимися. Если такого количества нет, значит что? Значит народ не доверяет выборам. Значит получается, что бесполезное это занятие было, и людей, которые были кандидатами на выборы, не выбирают, а выборы назначают повторно. Сейчас этого порога явки нет. Сколько бы ни пришло людей на выборы, они все равно будут считаться состоявшимися. Пришло 10% все равно, за кого проголосовали 10%, того и выбрали. Кроме порога явки была отменена графа против всех. Что это значит? Это последний рычаг населения был повлиять каким-то образом на мнение власти о происходящих выборах. То есть, если было 5 кандидатов, предположим, народ проголосовал против всех, значит по сути, что это обозначает? Что народ не доверяет выборам, не доверяет кандидатам. И это очень было показательно. То есть, значит получается, выборы опять же должны были назначаться дополнительно. Сейчас этого нет. Мы не можем прийти. Не вижу я своего кандидата. Вычеркну я всех, пожалуй, и пойду дальше, скажу, что нет у моего кандидата на выборах на этих. Нет, сейчас не важно. Ты можешь выбрать только из тех, кто есть в избирательных бюллетенях. Справедливо? Нет. Законно? Нет. Нарушает Конституцию? Нарушает. Дальше. Получается, кроме этого, сейчас еще вовсю распространяется электронное голосование. Что это значит? Что мы вообще никогда с вами не будем знать, как народ проголосовал. Положили бюллетень в урну, все. Проголосовали. Не важно, как проголосовали, как говорится, важно, как посчитали. Следующее нарушение. Это выдвижение в Государственную Думу, например. Если кто не знает, сейчас происходит только исключительно по партийным спискам. Что это значит? Не участвуешь ты в партии, не являешься членом какой-либо партии. Ты выдвинуть свою кандидатуру не можешь. И последний механизм, который, как оказался, самый действенный, который продолжает действовать, и я так понимаю, наверное, он утвердится при нынешней власти. Это механизм муниципальных фильтров. Что это такое? Это, кстати, инициатором этого механизма стал, всеми нами с вами известный, Азаров Дмитрий Игоревич, если кто не знает. Что значит муниципальный фильтр? Прямо коротко, буквально на пальцах объясню. Захотела я выдвинуть свою кандидатуру? Прихожу я в избирком, подаю кучу документов, говорю, выдвигаюсь я. Слава богу, если я подала эти документы, и у меня их приняли, а то не там запятую поставила, не выдвинулась. То есть, ладно, получилось, если я выдвинуться смогла, потом надо зарегистрироваться. Чтобы тебя зарегистрировать, что у нас придумали? У нас есть муниципальный фильтр, ты должен пойти к местным депутатам и спросить, а хотят ли депутаты, чтобы ты выбрался? Да мне какая разница, хотят эти депутаты меня видеть или нет? Меня народ хочет видеть, мне все равно, да, мнение депутатов. Нет, надо пойти к депутатам и с этим депутатом под ручку еще сходить к нотариусу и сказать, что уважаемый нотариус, вот заверьте, пожалуйста, вот эту подпись. Беспредел? Беспредел. Кто-нибудь его остановил? Не остановил. Прям буквально хотелось бы прям на примере. Я почему об этом уверенно говорю? Потому что я имею опыт участия в выборах ни в одной кампании. Вот прям буквально говорили о Светлане Ладарусь, правозащитнице. Хочу сказать, что Светлана Михайловна участвовала в выборах всех уровней, от президента до мэра города. Если говорить о нарушениях, то с нее и с участия сторонников Светланы Михайловны можно писать энциклопедию нарушений на выборах. Что это значит? Когда Лада Русь или ее партия, которую она в свое время создала, которая была ликвидирована за экстремизм, то масса нарушений, которые только может быть, имели место. К примеру, прям буквально обращу внимание на то, что про выборы мэра уже говорили, когда конкурентом Азарова была Светлана Михайловна. Просто сняли с выборов, не дали дойти до стадии регистрации. Губернаторы Самары, небезызвестный всем нам с вами, еще незабываемый нами Николай Меркушкин. Хотелось бы сказать, как он ее просто снял с выборной гонки. То, что он закрутил гайки административного ресурса, это вообще никому не секрет, никому никакая не тайна. Они были перекручены просто максимум на полную катушку. Но когда сторонники Светланы Михайловны поехали по селам и начали собирать подписи депутатов, и депутатам уже на уровне района и города было запрещено давать подписи в поддержку Лады Русь. И мы, сколько мы не бились в судах, сколько мы не бились в избиркомах, мы доказывали, что людям, даже депутатам не имеют права запрещать давать подписи в поддержку. Нет. Ну что у нас дальше сделано было? Подписи не дали, собрать необходимое количество, буквально какой-то необходимый минимум. После чего, получается, таким же образом сняли с выборной гонки. Но Меркушкин что сделал? Он сказал, что вы что, мы всем поможем. Кто не собрали подписи, мы всем подпишем. Подписали всем, кроме Лады Русь. И он что сказал? Ну, развел руками и, собственно говоря, таким образом участвовал без конкурентов в этой выборной гонке. Потом, выпиющий случай был в 15-м году, когда в Самаре выбирались также депутаты. То же самое. Мы выбирались в Оржском районе. Также мы выдвинули. На стадии регистрации подписали. Ну, Рождественное небольшое село, если кто знает, в Оржском районе. Там не нужно было собирать подписи. Буквально нескольких. Люди подписали, дали подписи, поддержали. Говорим, да, нашли своего кандидата, мы хотим за него голосовать. Что вы думаете сделали? Тут появляются на сцене эксперты. Кто это такие? А это такие люди, которые проверяют, сидят эти подписи. А этот ли человек ее поставил? Вы понимаете, мы пришли в суды. Привели людей, которые поставили подпись. Пришел прокурор. Ну, естественно, суд. И что суд говорит? Вот, эксперт говорит, что это подпись не этого человека. И мы говорим, вот, этот человек сидит, это его подпись. А суд говорит, нет, это не его. Нам сказал эксперт. Там был мужчина, я просто была поражена. Он 40 лет работал на заводе. Он говорит, ни один человек в жизни, никто не умеет подделывать мою подпись. Это, говорит, я вам 100% говорю. Как можно? Эксперт сказал, не ваша подпись. Суд сказал, хорошо, не ваша подпись. Человека сняли с выборов. Что это такое? Это конституционное право наше с вами таким образом реализуется. Это просто полный беспредел. Дальше. Последнее, как апофеоз всего этого беспредела. 2016 год. Выборы в Государственную Думу. Когда политическая партия, которая была создана Ладой Руси, была ликвидирована за экстремизм, набрала, вернее, выдвинула кандидатов. 300 кандидатов было выдвинуно в Государственную Думу. Вы подумайте, что Государственная Дума, это не местный уровень. Это огромное количество документов. Это огромное количество, просто пакет огромный, который должен был податься для выдвижения. Партия готова была собрать эти подписи. И что сделали? Единственным основанием для того, чтобы снять партию с выборов, это обвинение в экстремизме. Что сделали? Ее обвинили в экстремизме. Ее признали экстремистской. И ликвидировали за одно заседание. Да, по закону положено. Если я говорю о политической партии, то надо говорить, что она ликвидирована решением суда. Так вот, партия воли была ликвидирована решением Верховного суда за одно заседание. Это полный беспредел. Это полное беззаконие. И суды все это покрывают. И что мы с вами имеем? Что у нас судебная система, которая в настоящее время покрывает беззаконие. Если бы Конституция была написана и этот беспредел суды пресекали, то мы бы с вами имели своих представителей во власти. Но нет. Суды, которые назначаются сверху, которые просто оплачиваются очень хорошо, которые имеют множество льгот от власти, они так и будут сидеть, так и будут покрывать беззаконие, и так и будут отстаивать не наши с вами интересы. Что у нас нужно сделать? Нам нужно менять судебную систему в корне. Нам нужны суды присяжных заседателей. Нам нужны суды, которые будут защищать справедливость. Такие суды, это не суды, это судилища. На мой взгляд, самая оптимальная выборная система, это та, которая существовала во времена Советского Союза. Мне посчастливилось родиться во времена... Когда был Советский Союз, но, к сожалению, сейчас такие выборы, которые были раньше, не проявляются. Если у нас будут люди, которым мы доверяем во власти, то и наши интересы с вами будут предоставляться. Что еще хотел бы сказать? Хотел бы обратить внимание, что если мы не поменяем выборы, то мы никогда не будем иметь с вами наших представителей во власти. Спасибо. Все про выборы вещают, только чую, все нам врут. И народ не допущают. Да и ты, старый суд! А сейчас для вас выступит Коновалов Александр, правозащитник. Просьба выступающих соблюдать регламент не более 10 минут. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Хотелось бы сказать несколько слов в защиту Олега Иванца. Этот человек, известный блогер, сейчас находится в местах заключения. Дали ему 7 лет строгого режима. В 2016 году он проходил по делу Сергея Шатила. и 3 блогера. Дмитрий Бегун, Наталья Миронова-Умарова и Олег Иванец. Ему приписывают, то есть 7 лет дали строгого режима. Ситуация была следующая. Потому что правовая система судебная, она бюрократическая. И получается, человека посадили без явных доказательств. Происходило, что прямых доказательств, что он якобы брал взятку, не было. Сейчас у него семья, трое детей. И они находятся в трудном положении. Я считаю, что там замешаны были и Меркушкин, и Солодовников. Поэтому судья должен выносить решение справедливые и по закону, а не на какие-то полагаться домыслы. Наверное, надо пересмотреть дело Олега Иванца, а судья Дерунова надо за такие бездоказательные судебные разбирательства просто в отставку. И правовая система должна работать по закону, а не по домыслам. Спасибо вам за поддержку. Приучили нас молчать, чтобы что не вышло. Мы молчим, а не рулять. Ведь закон, что дышло, правду матку не дают говорить открыто, как им надо подают, чтобы шито, крыто. Ну а если кто не трус, правду матку рубит, намотай себе на ус, обвинят, погубят. Приглашаем Татьяну Петровну Дьяченко, кандидата в депутаты по селу Рождествено. Здравствуйте всем. В свое время я хочу просто рассказать, как мы ходили, как попасть во власть. Я стала, решила пойти баллотироваться по сельскому поселению Рождествено, здесь вот есть представители, Ворского района. Всего-то было, надо было собрать 13 подписей, жители мне быстро дали, проблем не было, но все-таки, значит, эксперт нашел две подписи, это у нас Галина Ивановна там была, и Иван Петрович, царство ему небесное, сейчас его, не с нами он, вот, хороший мужчина. И он, значит, признали, что подписи и числа оказались якобы сделаны одной рукой. Пришли в избирком, в ТИК Бурского района, нам эту претензию выложили, мы поняли, что там вопрос решает бесполезно, у них есть эксперт, нас не слушают. Ну и послали нас на три буквы, это называется суд. Пошли мы в суд, пришли, значит, с адвокатами, пришли, значит, двое, значит, людей, которые вот, жители сельского поселения нерождественного, которые признали подписи якобы одной рукой сделаны. И вот, знаете, вот такое желание было, ну, знаете, вот прям вот, ну, вот, как в детстве, в морду дать, понимаете? Вот, и мне адвокаты говорят, ну, ты вначале скажи, кто ты такая, потом выступление, а потом в конце ты скажешь все, что хочешь. А я думаю, зачем мне вот концерт ждать? Дай-ка я им все сразу скажу. Вот, и вот так, значит, начался суд. Я, значит, представила все и начала говорить. Значит, кто я такая и почему, знаете, на каком основании признали подписи, вот, что они якобы фальшивые. Прокурор встает и говорит, я возражаю, я говорю, да сиди ты, вот, приедешь в сельское поселение Рождественное и будешь там им объяснять, а мне не надо объяснять. То встает Галина Ивановна, платочки такая, и говорит, боже мой, боже мой, как клушка стоит, да что ж такое-то творится-то? Я не думала, всю жизнь прожила, в колхозе работала, и вдруг такое, я стала преступницей. Все, значит, у него слезы на глазах, Иван Петрович выходит, значит, тычет, значит, ему дают листы, он говорит, вот моя подпись, вот моя дата, вот это я писал. Ну, судья признает, значит, вот, там адвокаты начали уже кидать им листы вот эти, ну и вдруг, значит, выходит, да, избиркома, Тигу, Борского района, сказали, вы нам глаза посмотрите, и своим детям придете, потом скажут, что вы творите, и как вы лжете, и как вы врете. Ну, ладно, значит, судья ушла на согласование, потом, значит, приходит, и вот таким методом, что пошло сильное возмущение, да, что вот мы, меня допустили до выборов, и я принимала участие в этих выборах в сельском поселении Рождественном. Вот такая вот удача была. Вот, потом, значит, меня, вот, все это, дело психологов, я очень слежу за этим, и у меня близка, вот тоже Светлана Михайловна, и мне запомнился очень такой случай, когда Марину Владимировну, ну, что там творилось, уже многие рассказывали, говорить не буду, только один факт, Марину Владимировну положили в больницу, делали капельницу, адвокаты заявили, что нам в суд не может прийти, Хаустов, следователь заявляет, надо ее срочно привезти, я это организую, Теренина судья, судья просит, Теренин разрешает, поехали, значит, из-под капельницы, буквально притащили Марину Владимировну в суд, а был суд открытый, полный зал народа, она, видно, и вот легла прямо на столе, сил нету, и вот, а Теренин продолжает заседание, представляете, ну, я не знаю, как назвать уже, думайте сами, вот, и вдруг, значит, мы в зале, как закричали, да прекратите вы это безобразие, вызывайте скорую помощь быстрее, и тут Теренин уже понял, он буквально испугался, вызвали скорую помощь, Марину Владимировну везли в больницу, ну, вот видите, какой беспредел творится, ну, что по делу психологов творилось, это и сейчас продолжает твориться, и те привокаторы, которые были засланы в этой организации, они творят это зло, и вот у меня такое получается, что вся власть, она вот, ну, вот как вот один клубок, да, и в итоге, значит, хочу сказать, чтобы эту систему надо менять, а менять так, чтобы судьи несли ответственность, выпустить законы, чтобы они несли ответственность за свое беззаконие, значит, надо сделать выборную систему, судейской системы, и всех советов, местных советов, делать на своих местах сейчас, переходить к этой системе, так что, народ, давайте будем думать, как это, поддерживать эту систему, и только так, я считаю, мы победим, спасибо всем. Бабьи песни льются звонко, продирают до печенки, вот народные частушки, в точку, с пяток до макушки. Раньше был у нас союз, с нами все считались, а теперь на нас плюют, когда они остались. Хорошо мы жили вузом, да, жили мы с союзом, но нашлись ухари, наш союз разбухали. И не заметили мы с вами, что у нас другой закон, что хотят у нас одни, вот правит нами, вашингтон. Танцуют все, движение кренделек, повторяем. Был в Америке барак, он и друг, да и дурак. Выглядишь на трампушку, он войной на всю башку. сейчас Америка весь мир учит демократии, не послать мне наш газдепу, нам в ядре, не мать. Америка весь мир учит. Раньше Путину я верил, скажет слово, пригвозди, посчитал все пример. Оказался, что он не всю правду в порядке. Воровство России горе, все берут, судья и мэр, не взрослые только трое, я, да Путин, да премьер. А мы с тобой не бороем, у нас нету ни хрена, а у Путина с премьером будет целая страна. Воровство в России идут, рендерство, коррупция, да ведут честной народ, будет революция. Эх, раз и еще раз, были выборы у нас, на народные деньги можно сделать сорок раз. Думы старого созыва припоровывал лошадь, нынче умновые, закрепать готовые. У меня один вопрос, говорят в России рост, и пойму я одного, что растет и у кого. У чиновников в Москве как не поднимается, но у них-то все растет и все поднимается. А деревне и село, говорит, не хочется, да упал, что росло, ой, как получится. пенсионный возраст все же нам решили добавлять, и придумал это кто же, и какая же блестящая идея. вот нам вон сразу увеличит, вот продуманный сюжет, все до пенсии подохнем и пополнится в бюджет. я о пенсии мечтала, годы, месяцы считала, вдруг Путин напутил, взял нас всех, а молодец! мы гордимся, что пока гордость есть у нас Лука, ЮНЕСКО-заповедник, древности наследник. Присмотрели богачи, слюни, как на калачи, хотят там развлекаться, чтоб нам не мог достаться. И сейчас об этом вам расскажет эколог Баканова Екатерина. Встречаем! Дорогие земляки, здравствуйте всем! Спасибо, что пришли. Вот хочется рассказать про Самарскую Луку, беспрекрас, не то, что пишут у нас проплаченные СМИ, все мы прекрасно понимаем, в каких и в чьих целях пишут определенные статьи, кто заказывает, кто платит, про того и пишут. Я вам скажу, что происходит на самом деле. Самарская Лука, все знаем, это наше богатство, это то, что было до нас, что должно остаться после нас, нашим потомкам. Вот Самарская Лука это уникальный природный комплекс, заповедник, национальный парк. Она пережила ледниковый период. И она чем уникальна? Там сохранились такие растения, которые были до ледникового периода. И сейчас есть опасения, что пережив ледниковый период, правление Азарова, она уже не переживет. Вот с самого момента создания Самарской Луки, и особенно последние 10-15 лет, на нее реально идут нападки. Это лакомый кусок. В 2000 году президент Путин приезжал сюда, в село Ширяево, и обронил слова, что как хорошо бы здесь построить второй Куршавель. И буквально с этого момента каждый губернатор считает, что должен исполнить этот наказ. Артиков, Яркушкин, сейчас Азаров. Неоднократно, вот все, кто не знает, общественность поднималась против застройки Самарской Луки. Ученые, просто люди неравнодушные, собирали подписи, устарались личные акции, и не раз выражали свое отрицание. Говорили, нет, мы не хотим здесь видеть Куршавель, и не хотим оставить эту уникальную природу нетронутой. Вот сейчас, буквально, анализируя новости, буквально самое первое совещание Азарова было посвящено проектам застройки Луки. Он собрал все туристические фирмы в Ширяево и сказал, ребята, давайте повысим туристическую привлекательность. Чтобы вы понимали, что это такое туристическая привлекательность, там построят просто комплексы. Комплексы будут принадлежать иностранным олигархам или местным олигархам, не нам с вами. Они возьмут землю эту в аренду, будут получать за это деньги, народ не будет получать ничего, и мы с вами получим разрушенную природу, и никакой уникальности уже не останется. Так вот, сейчас просто это продвигается нахрапом. Мало того, это уйдет уже по всей стране, у нас тоже эта процедура идет, да, убирают неугодных людей. Очень долгое время там работал Александр Губернаторов, директор Самарской Луки. Этот человек, я неоднократно разговаривала уже с несколькими экологами, учеными, которые знают его не понаслышке, а лично знают. Он со школи скамьи занимается делом охраны природы. ходил на станцию Юнатов, и он там работает, и его жена там работает, и дочь его работает. Так вот, почему-то депутату Хинштейну привиделось, что это семейственность, и обвинил человека, что это семейственность, что это, что он туда устроил всю свою семью. Почему он не смотрит на других депутатов, которые тащат всех, всю свою семью в дому и так далее. Так вот, сейчас на этого человека заведено уголовное дело. Это его уволили без суда и следствия, без объяснения причин. Есть такая статья в Трудовом кодексе. Его просто, вот все говорят как один. Я передаю сейчас слова всех людей, которые его знают, знают эту ситуацию. К сожалению, они не высшие. Многие связаны по рукам и ногам, они наработают на своих работах и просто говорят, нас уволят, если мы это скажем вслух, но они это говорят, что это просто идет рейдерский захват территорий и убрали неугодного человека. Просто убрали, уволили, чтобы поставить своего. Вот ситуация крайне серьезная, я хочу сказать. Если мы сейчас, вот мы с вами, жители Самары, пять лет назад мы отстояли Самарскую луку, не позволили там построить жигулевскую жемчужину. Вот можно говорить, что это там где-то далеко, это нас не касается, это должно нас касаться, это наша земля, вы поймите. Если мы сейчас это не отстоим, то следующее, вы посмотрите, что сделали с дубовой рощей перед чемпионатом мира. Сейчас уже открытые статьи помещают, есть они в источниках, в открытых, буквально вот вчера, да, что комиссия выявила многократные нарушения, финансовые хищения и растраты, неправильные растраты во время подготовки чемпионата. Десятки миллионов ушли из бюджетных денег, просто ушли, никуда, догадайтесь, куда они ушли. И вот мы с вами должны думать обо всем, не только о своем собственном уголке, где мы с вами находимся, а сама скалу, луке, точно так же. Это наша гордость и достояние. Если мы сейчас позволим Азарову, его команде построить там горнолыжный курорт для угоды олигархов, кто мы вообще после этого будем? Мы будем действительно, мы предадим свою родину. Самарский народ всегда отличался активностью. Здесь действительно люди, герои. И вот таких людей, вот здесь как губернаторов, вот я призываю общественность включиться в это дело и просто наблюдать и требовать и требовать сделать прозрачным это дело. Кто стоит за Хинштейном? Хинштейн пришел вместе с Азаровым, чьи интересы он здесь проводит? Большой вопрос. Почему он честных людей навешивает ярлыки, а как уж стряпаются у нас дела на неугодных? Мы с вами прекрасно знаем. Пример тоже Светлана Лада Русь здесь вот говорили об этом. Она тоже защищала Самарскую Луку. И как раз после того, как она проводила здесь многочисленные акции, когда она здесь проводила круглые столы, что ребята это путь колонизации. Мы не отдадим наших заповедник, не дадим здесь построить. На нее завели вот это фальшивое липо-уголовное дело. Поэтому обращаюсь ко всем, чтобы не быть равнодушными. Давайте просто требовать прозрачности, требовать, чтобы ответили настоящие мошенники, а люди честных и порядочных нужно требовать, чтобы оставили в покое, закрыли все эти липо-уголовные дела. Спасибо. А Заров тут как тут, люди говорят, не врут, проект себе толкает, а нам ману обещает. А сейчас для вас выступит солдатов Виталий, член всероссийской организации «Зеленые 3000». Встречаем. Здравствуйте. Я хочу рассказать о ситуации в Тольятти. Тольятти у нас на самом деле является одним из крупнейших городов в области, в том числе является тем городом, возле которого находится уникальная природная ландшафт, и касающийся Волгского бассейна, и лесов, и вообще место уникальнейшее. Так вот, смотрите, у нас еще и сам город находится, наверное, рекордсменом по числу химических предприятий в области. Достаточно сказать, что, вот даже не буду перечислять все эти предприятия, но настолько сильно они загрязняют воздух окружающую среду в городе, что люди просто задыхаются, и вот за последние семь лет у нас возросло количество экологических заболеваний в два раза в городе, представляете? То есть люди просто задыхаются при молчаливом попустительстве контролирующих органов, на самом деле. Есть также проблема у нас, конечно, и с лесным хозяйством, в том числе, когда случился вот этот известный пожар в 2010 году. Сейчас лес пришел в очень ужасное состояние, когда много разных изгоревших остатков от леса и так далее. Вот я хочу на самом деле рассказать о том, что произошло в 2010 году в городе Тольятти, экологическая катастрофа. Вы, наверное, помните, что происходило в 2010 году. Это вот эти пожары известные, которые шли по всей стране, в том числе у нас в Тольятти и рядышком в Тольятти сгорело более 8 тысяч гектаров леса. Это практически четвертый леса. Представляете какая ситуация? Вот даже сейчас, когда ездишь из одного района в другой район, видишь сотни гектаров просто пустых полей. Вот вы знаете, просто сердце кровью обливается. Ну, на самом деле, это страшная, страшная картина такая вот. Так вы знаете, я что хочу сказать, вы знаете, кто был на самом деле в то время министром природы пользования области? А министром, да, министром, правильно, совершенно верно, министром природопользования Самарской области был тогда Азаров. И что после этого произошло? Стал губернатором. Нормально, да? То есть повысили за вот эти все дела. Кстати, тогда пожары не тушили, по некоторым сведениям, более 10 дней вообще не тушили пожары. Лес горел, никто не тушил. Нормально, да? Вот. Я еще хочу привести такой пример, когда у нас, например, тоже была подобная ситуация, когда в 2012 году где-то в городе Крымске, в Краснодарском крае было известное новодение. Может кто-то помнит, да? Когда погибли сотни людей. Так вот, когда это было происходило, даже накануне новодения, все чиновники быстренько съехали, а люди, которые и не знали об этом, что надо было объявить тревогу на самом деле чиновникам, люди мне объявили. И люди просто гибли в домах, просто, ну, топили, их просто топили, по сути, получается, раз не сказали, сами уехали, а люди пострадали, были сотни жертв. Вот. И, что самое интересное, после этого, тот губернатор, Александр Ткачев, кем стал? Повысили, стал министром средского хозяйства. Путин, но повысил. Нормально, да? Еще была ситуация, когда у нас, вы помните, небезызвестный Беркушкин, когда настолько уже людям надоел, что за эти известные все пенсионные проделки, да, за то, что нас лишили вот этих льгот, в том числе и проездных, и в конце концов народ все-таки добился, чтобы его брали с поста, после этого вызывает Путин к себе, награждает, и все нормально, да? То есть интересная картина получилась. Да. То есть за все эти хорошие дела губернаторов там, ну, значит, повышает в должности и так далее. Ну, смотрите, на самом деле есть выход из положения, когда вот, сейчас даже вспомните в советское время, да, были же народные депутаты, когда людей выбирали в народные депутаты, согласно Конституции еще 36-го года, то есть люди доверяли этим депутатам народом, они назывались народные депутаты, не те, которые сейчас в Госдуме сидят. То есть язык не поворачивается, что не от народа, да? И люди шли к этим депутатам, жаловались, проходили какие-то собрания, чего-то добивались. Вот я предлагаю, сейчас есть способ, именно законный способ создавать такие советы, народные советы, да, чтобы выдвигать своих депутатов народных, и по закону еще от Конституции Советского Союза, и по нынешней Конституции тоже есть такой закон, позволяющий создавать такие советы. Так давайте создавать такие советы. Это простой законный путь, когда можно собрать советы и... Все в дерьме, куда ни кинь. И молчи, и тихо сгинь. Я вопрос тебе задам. Что же делать, бабка, нам? Так, так, так. Есть решение, например, возродить СССР. Нас же обманули, ну, как детей надули, незаконно все забрали. Так народ решил, сказали. А народ и ты, и я. Весь союз, одна семья. Приглашаем Голубева Андрея Валерьевича, главного редактора газеты «Хочу в СССР». Встречаем! Встречаем! Здравствуйте, дорогие самарцы! Самый сильный, самый мощный город в нашей стране. Самый протестный. Здесь говорилось насчет того, что вот наши государственные органы власти, еще там и так далее. Это не органы власти. Власть — это народ. Это даже в этой непринятой конституции написано, что народ именно и есть власть. А они просто-напросто представители торговых фирм, аккупационное представительство на нашей советской территории. Это все уже очевидно, это много раз говорилось, это уже много раз печаталось. Поэтому мы с ними должны себя вести именно так. Мы — граждане СССР. Граждане РСФСР, где-то в 90-го года там вышел еще закон, у нас двойное гражданство. Мы, как граждане РСФСР, на этой территории хозяева. Более того, даже в этой непринятой конституции написано, что народ — это гарант суверенитета, то есть носитель суверенитета, если точно. То есть мы являемся именно суверенным государством сами по себе уже. Более того, мы имеем конституцию 77-го года СССР и конституцию 78-го года РСФСР. Их никто не отменял. Мы на основании всего этого имеем полное право создавать народные советы и советы народных депутатов. И это уже происходит по всей стране. На это закрывают власть, пытаются каким-то образом терроризировать представители так называемых непонятных коммерческих структур, куда входит МВД, суды и так далее и тому подобное. Суды вообще непонятны, что за люди. То есть представители, одевшие непонятно каких иностранных представителей, одевшие черные манси и судят нас. Это вообще незаконно. Поэтому всем советы народных депутатов. Создаем советы по всей стране, выбираем свою власть и наводим в стране порядок и настоящий свой народный суверенитет. Спасибо. Проходимцев нам не надо. Честных, честный у руля награда. Подумать, коль об этом нам нужны советы. Говорят, что власть народа и в стране у нас свобода. Самоуправление вот мудрые решения. Паюля Оксана Анатольевна, гражданская активистка, расскажет нам про самоуправление. Встречаю! Всем здравствуйте. Я постараюсь быть краткой, все замерзли или согрелись. Согрелись, ну слава богу. На примере, хочу рассказать, я из города Тольятти, и у нас есть такой один очень неблагополучный дом, стоит он на бульваре дом номер 10. И у риэлторов уже он в черном списке этот дом наш. Сейчас объясню так вкратце, почему. Это дом, у которого много этажей, 12, и есть только лифты, лестницы нет. То есть лестницы есть рядом. Серьезно? Есть такие дома. У нас таких домов всего три в городе. И вся проблема в том, что эти лестницы, по ним нельзя ходить. Они аварийные. Там нет окон, там это место, местные туалеты. Это сборище для наркоманов, преступников. И полиция мимо ходит, они не замечают этого, они все знают. Я хочу сказать, мы решили с этой проблемой как-то справиться. Ну, сначала, как всегда, мы узнали, что у нас есть наркопритон, мы пошли к участковому. А они, оказывается, давно про это знают. И ничего не делают. Я начала думать, а почему? А почему они не делают? Почему они не допускают, что наши дети покупают наркотики, ходят, ищут их? Почему? Вот задумайтесь вы, дома так посидите, задумайтесь. Мое предположение, что им это на руку. Либо им платят за это, делятся с ними, да, те, кто торгует, либо... Ну, это мое предположение. Вы подумайте сами. Ну, ладно, начали мы заниматься своим домом, решили перейти на самоуправление, сделать ТСН сейчас. Сейчас ТСЖ уже не регистрируют. У нас в Самарской области по какой причине пока? Тоже не знаю, о чем мы выясняем. Ну, делают ТСН, немножко другая форма управления. Первое, с чем мы столкнулись, я вам хочу сказать, это с клеветой. Мы когда пошли по нашим соседям, быстро, да, активно, то первую половину мы пробежали очень легко. И люди нам открывали, все, да, да, хотим на самоуправление, будем сами решать, куда нам что девать, замучились, ну, платить очень много. Но потом был вброс листовок. То есть управляющие компании упорно не хотели нас отдавать. Я хочу сказать, эти проблемы ЖКХ, о которых я сейчас говорю, она, конечно, наша одна на миллион. Миллион людей могут вот так выйти, как я и сказать, такую же проблему. Согласны, да? Наверняка у вас то же самое. Я ничего нового не сказала. Но вот мы бьемся за это, понимаете, мы подаем документы, нам их возвращают. Ну, я, уже так вот посидели, мы, да, я уже при заложении говорю, слушайте, ну, давайте хотя бы попросим, пусть, может быть, что-то нам помогут с лифтами, ну, хотя бы отремонтируют, потому что, ну, мы не можем же на 12 этаж, да, вот, взлетать, или что нам делать? И мы написали, всем домом собрались, с советом, и написали открытое письмо господину Азарову. И выложили в интернете, как открытое письмо, и подали более 150 подписей собственников, а у нас 576 квартир в доме. И такие дома, они трудно управляются, потому что много людей, много неплательщиков. Но, с другой стороны, это хорошая кормушка для управляющих компаний, мы это потом поняли, и поэтому они нас так вот жестко не отдают. И чем дальше в лес, да, как говорят, тем толще партизаны, так и у нас. Чем больше мы узнавали, тем мы больше удивлялись. Как оказалось, нам сделали, из ГЖИ была проверка, ну, такая, знаете, формальная по лифту. Ну, что у вас тут, лампочки темные, да? Ну, ладно, ну, ладно, лампочку заменим. А то, что лифт проезжает мимо этажей, то, что он может открыться, в любое время закрыться, то есть он, ну, живет своей жизнью этот лифт уже. И дома 40 лет, и они ни разу не менялись, и ремонтируются очень плохо. Формальную проверку сделали. Так что, господину Азарову я скажу большое спасибо за его помощь такую. Вот. Я хочу сказать, скорее всего, или этот чиновничий аппарат так работает плохо, или они просто это игнорируют. А вообще, мое мнение, опять-таки скажу, что, вот, скорее всего, делают так, чтобы жилье стало ветхим и аварийным. Потому что мы платим с вами, но эти деньги, да, вот у меня люди спрашивали, ну, что мы будем в ТСЖ? Ну, что, будем меньше платить? Я говорю, нет, мы, возможно, будем больше платить, но эти деньги будут уйти нам на дом. Мы будем делать, окна себе вставлять, да, мы будем делать тепло нормальное и так далее. Будет дом ухоженный. Ну, где вы видели дома? Ведь мы недавно перешли на собственность. Сколько лет? Как ваучер нам раздавали? 20, 30? 30, да, прошло. Но это для дома ничего. А пройдет еще 30, и наши дома просто начнут разваливаться. Просто разваливаться. В них ведь никто не вкладывает, чтобы выпить какую-то копейку из управляющей компании. Это очень сложно, чтобы они что-то там подписали и что-то сделали. Делают все очень дешево, некачественно. И дома наши просто разваливаются. Мы просто будем жить в ветхом аварийном жилье. Если посмотреть по всей стране, то идет что? Вымораживание городов. Идет? Идет. Что еще идет? Затопления всякие идут? Вы что думаете, сейчас прямо природа взбесилась только в этом году, что ли? Нет. Нет. Это очень много диверсий совершено. И это... Ну, я не думаю, что это враги пришли там с запада, да, нам что-то нагадили. А может быть, действительно и так. Ну, это делается специально. И я хочу сказать, мы так и не смогли поменять эту форму управления. Мы вот бьемся уже, которые, я не знаю, вот год-то точно уже, второй год мы бьемся. Мы не можем поменять форму управления. А почему? А потому что деньги будут под нашим контролем. И они не смогут украсть ничего. Вот. Ну, что хочу сказать. Большое спасибо организаторам за этот митинг. Я хочу сказать. Можно высказаться. Неформальный, интересный. Большое спасибо тем, кто нас заставил немножечко потанцевать. Это очень уникально, это очень интересно. Спасибо всем большое. Есть и частные в Самаре, есть и люди смелые. Коли будем мы в ударе, возродимся первые. А сейчас для вас выступит председатель дачного кооператива Чикрыгина Тамара Васильевна. Встречаем. Здравствуйте, дорогие самарцы. Я вообще-то хотела попросить у вас помощи по поводу сорокинных хуторов. Тут вот говорила, Катюша выступала, тут еще по экологии повыступали. Я очень их всех поддерживаю. Они правильно говорят, что нужно беречь свои леса, свои поля, родные, и оберегать их, и защищать. Не оставаться равнодушными. Вот я сейчас пришла сюда для того, чтобы собрать анкеты для защиты сорокинных хуторов. И сделала вывод, что народ, ну не то, что он боится расписываться, а народ говорит, ой, да я не в теме, да ой, да я там вообще никакого отношения к этому не имею. Студенный овраг, это самый основной овраг нашей области. Это поставщик кислорода для нашего города. Это микроклимат, он создает микроклимат для города, понимаете? А его полностью сейчас разрушили, считай. Дубовый лес там практически снесен. Построили этот солнечный городок, это не городок, это помойка с выгребными ямами. Проходишь мимо домов, а там идет запах из этих ям. Если вовремя ее не вытянут, не вылить, то значит там вообще дышать будет скоро нечем. Я пришла сказать о том, что у нас на Сорокином хуторе построили госпиталь мать и дитя, реабилитационный центр мать и дитя. Раньше на этом месте при строительстве стадиона говорили, что будет там технопарк. Когда геологи там сделали исследование, произвели исследование, то они сказали, что здание можно строить не выше третьего этажа. А сейчас у нас около этого реабилитационного центра наш город хочет застроить там дома выше десятого этажа. Нельзя. Стадион стоит на реке. Малый Сорокин хутор стоит на плавуне там карстовые породы. А Большой Сорокин хутор стоит на Большом озере. Раньше это считалось место Голубых озер. Сейчас там одно озеро засыпали, так это озеро сдвинулось на другое место. То есть они перекрыли жилы все при строительстве стадиона. Я вас очень прошу давайте защищать свою родину, свою землю. Москва она везде свои трупы уже распространила. То есть везде хочет застроить и получать деньги. А мы с вами останемся извините с голой задницей. Нас никто не будет защищать если мы сами себя не защитим. Поймите мы сами больше никто никогда вас никто не будет защищать. что Азаров что это Лапушкин они только говорят. Они могут ругаться перепри нас говорить ой вот это надо сделать. А сами будут оставлять дела ну свои дела справлять. Я единственное что могу сказать. Мы 12 лет боролись за дубовый лес чтобы там не было захоронений. У нас там есть кладбище Сорокиных хутора. Они его открыли в дубовом лесу. Так вот с 2007 года мы прошли больше 40 судов для того чтобы закрыть кладбище. Мало того чтобы остальной лес дубовый остался в муниципальном. То есть как бы лесопарковые зоны. Я могу вас поздравить. вчера позвонила мне женщина и сказала Тамара Васильевна я могу вас поздравить. Лес перевели в муниципальный. Вы понимаете это у нашей инициативной группы там всего получается где-то 10-15 человек и мы ходим по судам. А если бы мы пришли на суды вот так как вы сейчас здесь стоите хотя бы в этом количестве даже суди бы подумали как можно идти против народа. Я вас очень прошу помогайте экологам старайтесь защищать свою родину свою землю. Все спасибо. Наступил итог час вот послушайте сейчас мы зачем здесь были и вместе что решили резолюцию читаем не говорите что не знаем резолюцию зачитывает Баранова Наталья Петровна резолюция митинга состоявшегося 9 ноября 2019 года в Самаре мы жители Самарской области заявляем что требуем отставки губернатора Дмитрия Азарова в связи с тем что он не справляется со своими обязанностями и поэтому утратил наше доверие предвыборные обещания мэра и губернатора Азарова так и остались обещаниями вся Самара была увешана его рекламными счетами со словом да но ни одного да так и не было реализовано он обещал отремонтировать дороги обещал вернуть отобранные льготы обещал что тарифы ЖКХ не будут повышаться где все это самое первое свое рабочее совещание в качестве губернатора Самарской области Дмитрий Игоревич посвятил проекту застройки национального парка Самарская Лука уж скоро 20 лет как чиновники пытаются пропихнуть варварскую застройку уникального природного заповедника горнолыжным комплексом для богатеев так называемым волжским куршевелем против этого проекта выступают экологи общественные организации и многие местные жители понимающие что они потеряют все но Азаров по всей видимости отстаивает интересы олигархов дав команду разрабатывать новый вариант предполагающий строительство лыжного спуска на горе отважной в Жигулевске совсем недавно Азаров сообщил еще одну новость через Самарскую область пройдет новый шелковый путь транспортный коридор из западного Китая в Европу Китай свое засилье распространяет быстро по китайским теплицам это самарцы уже знают ядохимикатами Китай загубил уже все свои плодородные земли это уже известно теперь и за наши земли взялись одна из ключевых государственных стратегий Китая это тихая экспансия оккупация России без войны под видом сосрудничества ущемленные в правах собственной стране китайцы за счастье принимают любую возможность устроиться за рубежом например в России а вот выкулить их с нашей земли будет уже просто невозможно это надо нам понимать практически все европейские страны от мигрантов стонут а нам это зачем когда Азаров был министром природопользования лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области в Тольятти сгорело более 8 тысяч гектаров леса на месте которого скоро выросли коттеджи и вместо отставки как министра ему организовали выборную кампанию мэра за такую бесхозяйственность и такое повышение кто продвигает Азарова по леснице карьеры губернатор Самарской области Азаров в числе первых радостно приветствовал повышение пенсионного возраста напомним что его и всех чиновников этот закон не касается у них свой закон и пенсии свои не как у всех рядовых граждан именно Азаров был одним из авторов инициативы обведения муниципальных фильтров на выборах глав региона теперь чтобы стать кандидатом губернатора надо сначала получить согласие муниципальных депутатов которые допускают только тех кто одобрен сверху а широкие массы выдвинуть своего представителя через эти фильтры не могут а значит и выбрать представителя народа во власть сейчас невозможно спасибо Азарову за его инициативу в средствах массовой информации появилась информация о масштабных коррупционных схемах к которым может быть причастен Дмитрий Игоревич доходы нескольких фирм связанных со строительством и благоустройством с его приходом на пост губернатора выросли в разы деньги на дороги и очистку внутридворовых территорий от снега из бюджета выделяются а снег как не убирали во дворах так и не убирают по некоторым сведениям Азаров пытается прибрать к рукам строительство моста через Волгу в районе Климовки потому что цена вопроса порядка 63 миллиардов рублей это как два с половиной стадиона Самара-Арена который благодаря Меркушкину получился самым дорогим в России кстати годовое содержание стадиона влетает в бюджету то есть нам с вами в копеечку порядка 500 миллионов рублей в год не потому ли у нас в Самаре проезд пророжал за полгода сразу на 10 рублей по всей стране налоги повысили пенсионный возраст повысили чтобы отбить баснословные затраты на чемпионат мира по футболу 2018 разве можно жителям области рассчитывать на свой бюджет если из него такие огромные деньги вылетают в чей-то карман всех кто пытается выступить против разрушительной политики Азарова очевидно с его подачи подвергают травле в средствах массовой информации и незаконному уголовному преследованию заказные эксперты и суды откровенно покрывают этот беспредел страдают правозащитники экологи общественники такие как Светлана Лада Русь Александр Александр Губернаторов и многие другие гонениям подвергаются лучи из наших земляков герои скоро защищать самарскую землю от хищнических аппетитов кремлевских назначенцев будет просто некому мы требуем отставки Дмитрия Азарова с поста губернатора Самарской области и назначения досрочных выборов под контролем народа без всяких муниципальных фильтров и других подобных технологий напесточников мы требуем наконец вернуть гражданские и конституционные права жителям Самарской области и провести настоящие выборы всеобщим равным избирательным правом под контролем народа без электронного голосования которому мы не доверяем мы требуем прекратить незаконные уголовные преследования Лады Русь губернатора и других правозащитников в честности и порядочности которых мы граждане Самары абсолютно уверены кто для нас является защитником а кто мошенником и кавнокрадом решать нам общественности а не заказным судьям которые покрывают собракованные дела для правозащитников то есть сами они нарушают закон пользуясь своей безнаказанностью мы требуем вернуть выборность судей отменить их назначаемость то есть зависимость от чиновников контроль народа и за выборами и за судами это и есть власть народа обещанная нам конституцией мы граждане Самары единственный носитель власти в Самарской области и намерены реализовать это свое конституционное право ура ура ура